Какой есть. Да, такой прям колоритный. А вы в каком штате? Спасибо вам большое. Я в Калифорнии. Да вы что, прямо в самом рассаднике змей? Да, в эпицентре. Как вы там выживаете? Кричите соус. Нет, ну слушайте, здесь поменять, наверное, ничего не получится. Я вообще собираюсь отсюда переезжать. Да вы что, а куда? Не знаю. Ну да. А куда? Скорее всего в Айдаху. Скорее всего в Айдаху. Только что разговаривала до вас мужчина, он уже в Россию уезжает. Его уволили за то, что он не поддержал ЛГБТ ценности. Не то что уволили, а прислали ему письмо, что он уволен по своему желанию, по собственному желанию. Потому что он ценности не поддерживает колледжа. Не согласен. Да, да, да. Да, и он уже билет, у него уже билеты на руках. Но я тоже на работе попал в неприятности из-за этого. Ну а что он друг, то есть, я не знаю. Ну, короче, если он хочет переезжать, дай бог ему здоровья, чтобы у него все получилось. А вы думаете, что еще побороться? В США побороться, да? В США получится поменять. Я говорю, вы еще побороться хотите, да, в США? Ну, я бы хотел, да. Надежда на Трампа? Ну, да, да. Видите у меня? Надежда не только на Трампа. Трамп — это только начало. Да. Трамп — это только начало. А вы думаете, его доберется до финишной прямой? Я думаю, что да. Я думаю, что это не будет настолько хорошо, как хотелось бы. Я думаю, что ему дадут добраться для того, чтобы народу успокоить немножко. Я думаю, ему дадут добраться. Но потом они продолжат свою же риторику. То есть я думаю, что вообще они надеются на то, что он доберется, народ из-за этого успокоится, потом с Трампом что-то случится, и они смогут вернуться к своим обычным порядкам. Короче говоря, я думаю, если заварушка не начнется в 2024 году, то она будет просто отложена. Вот и все. Ну, то есть как-то все равно не оптимистично. Хоть так, хоть сяк. Понимаете, хоть таким вариантом, хоть сяким вариантом, как-то оптимизмом не прибавляет. То есть просто будет отложено этот же фиаско, а крах будет отложен просто чуть-чуть дальше. А потом будет возрождение страны. Ну так если вы говорите, что Трампа откинут, и они к своему вернутся, как возрождение может начаться страны? Я думаю, что это будет попытка. Опять же, мне кажется, знаете, я вообще раньше был намного более оптимистично настроен. Я думал, действительно, может быть, получится что-то мирным путем решить. А сейчас у меня складывается такое впечатление, что этих людей от власти оторвать мирным путем не получится. И мне кажется, что как бы там ни было, скорее всего, придется вступать в более агрессивные действия. Я бы так сказал. Мне так кажется. Но, опять же, это для того, чтобы... А? У вас семья, да, в Калифорнии? Жена, дети? Да, да. Но у меня все здесь. Родители, сестра, да. Понятно. То есть вам как бы, да, уезжать тогда не вариант. У него, видите, я спросила. Он говорит, что у него, почти вся семья еще осталась в России. И он как бы... То есть есть поддержка, куда вернуться. То есть он приедет, и там есть с кем общаться. И там и сестры, и братья. То есть много кто у него там остался. И он говорит, я уже не могу. Ну, представляете, человека уволили, да, из-за какой-то ЛГБТ-хрени. Но это вообще на ровном месте. Еще хотят его чуть ли не там засудить. И, соответственно, без выходного пособия. Но это была последняя капля. Он 20 лет в США прожил. Вот. Я даже спросила, говорю, вы знаете, можно вашу историю рассказать людям? Потому что, ну, это вот прям, ну, реальный как бы вам факт демократии в США. То есть демократия работает в одну сторону, да. То есть если вот консерваторов оскорбите, наговорить каких-нибудь гадостей консерваторов, это, пожалуйста, хоть за демокрация. А если наоборот, в другую сторону, да. То есть мне не нравится ваша там голубизна, я против этого. А, он начал что-то сказал, что было какое-то собрание у них в колледже. И, значит, они начали рассказывать, сколько полов. А, нет, вот за чего он сказал, поссорились они там, поругались. Что мужчина может родить. Он говорит, ну, как мужчина может родить? Ну, у него же нет матки, нет. Они говорят, ну, так это же транс-мужчина, она там как бы была женщина, стала мужчиной. Он говорит, ну, значит, она женщина. И, в общем, говорит, на следующий день ему пришлось еще уведомление о том, что уже с галочкой подписано, что письмо написано, прошу вас уволить по своему желанию. И галочка стоит уже, что только подпись поставьте. Он говорит, я не буду увольняться. Они говорят, ну, мы вас не допускаем больше к занятиям. И вот он там с какими-то адвокатами, с юристами сейчас пытается этот вопрос решить. Но он говорит, я знаю, что, ну, хотя бы может получить какую-то компенсацию с них. То есть за что его увольняют? Что он сказал, что мужчина не может родить ребенка, понимаете? А если рождает, то это женщина, а не мужчина. И, в общем, все, уже у него билеты на руках. Он говорит, я уже возвращаюсь. Он говорит, все, это была последняя моя капля. Ну, понятно, да. Ну, слушайте, ну, каждому свое. То есть, если он хочет так, пускай делает так. Это же каждому все решение. Ну, ему проще, да, то, что, вот, говорю, у него семья. А вы все-таки на гекке. А вы ведь Алекс Джонса знаете, да, Алекса Джонса? Ну, не персонально, не индивидуально. Ну, да, я в смысле кто такой. Потому что я удивляюсь, некоторые американцы не знают, кто был Алекс Джонс. Я в шоке, как это можно не знать, Алекса Джонса. И вот это было на тех его интервью. Он был, Илон Маск. Это, знаете, вот в Твиттере, ну, бывшем Твиттере сейчас это, и Экс. Там у них делают такие диалоги. Называется Space. Экс Space. И был Такер Карлсон, Илон Маск, Алекс Джонс. Это когда и только-только Алексу Джонсу восстановили аккаунт. Он же был долго выброшен со всех соцсетей. И Илон Маск ему только буквально, вот, например, в воскресенье он ему восстановил аккаунт, а в понедельник у них разговор происходит. И там прямо такие были, ну, звезды. И они разговаривали с Илоном Маском. И, ну, там посмеялись. И даже он говорит, Илон, давай мы изменим конституцию, чтобы ты был президентом. Значит, поменяем под тебя конституцию. И мы там посмеялись. Вот. Но серьезное, что было, когда Алекс Джонс сказал, я боюсь, что они Трампу живому не дадут дойти. Если они увидят, что он реально, ну, пробился через вот эти все разборки судебные, которые его вовлекают, то там он кого-то там приставал, то там что-то какие-то каждый день новости, то там какая-то его компания избирательно деньги какие-то украли, то какие-то фонды, то какие-то налоги, то его же там таскают. У него сейчас, по-моему, там 10 или 20 судов на него, ну, этих кейсов открыто в разных штатах. Вот. И Алекс сказал, что если он дойдет, что он отобьется от вот этого всего, он доберется до финишной прямой, он говорит, я боюсь, что, ну, его физически устранят. Ну, я поэтому и говорю, что если случится это, то заварушка начнется раньше, да? Если ему дадут дойти и уберут его потом, чтобы вице-президент стал на пост, или там неизвестно, кто будет спикером в то время, вот, потому что сейчас Майк Джонсон, или как его зовут, спикер? Майк Джонсон. Джонсон, да. Джонсон, да. Вот, если, да-да-да, но сейчас он начинает немножко опять как бы идти на, ну, на соглашения какие-то насчет вот помощи Украины или что-то такое. И его тоже могут убрать, вот, в смысле убрать просто, ну, отозвать с поста и поставить кого-то другого. То есть, если они дадут возможность Трампу дойти, это все равно не гарантия того, что они его потом не уберут. Вот, то есть они могут так утихомирить народ, якобы вы победили, вы выиграли эти выборы, да, и, мол, все нормально, тут вдруг что-то случилось. То есть, они могут это сделать, как утихомирить народ, вот, а потом могут все равно что-то провернуть. И опять же, заварушка потом начнется тоже. Но, опять, ну, мне кажется, что без заварушки тут уже не обойдется. Ну, вы видели, да, они уже рекламу уже устроили фильм, и выходит, в апреле выходит фильм этот Civil War. Civil War, да. Ну, и все говорят, типа, как всегда, это predictive programming, да, когда они вкладывают, ну, как окно овертона, показывают, что, как бы, вас ожидает, да? Да. Вот, то есть, сначала обамовский фильм вышел один, про то, что, ну, вот это, leave the world behind, да, по-моему, вот это, что там, типа, кибератака, и... Видели вы, да, Джулия Робертс вышел фильм? Оба Обамы. Они его продюсировали. Вот он только-только вышел. Leave the world behind. Все уже посмотрели. Там конкретно показывается, что в Америке кибератака, и, в общем, хаос начинается. А параллельно рекламируется этот фильм, который про Civil War выходит, да? То есть, они говорят, к чему-то готовят население. То есть, конкретно готовят население, что какой-то хаос будет в стране. Вот. А что вы думаете, ну, вот начнется, допустим, вся эта беда, и что дальше? Ну, что, действительно будет Civil War, и страна очистится, потому что республиканцы пойдут воевать с демократами? Или что, как вы считаете? Нет, я не думаю, что это будут республиканцы. Я думаю, что это будут люди, которые хотят вернуться к Конституционной Республике versus люди, которые, ну, прогрессивные, можно сказать. То есть, это будет консервативность против прогрессивности. Ну, хорошо, но ведь что, все возьмут оружие, пойдут друг с другом воевать, или как вы себе это думаете? Неизвестно. Но я думаю, что это все будет идти по нарастающей. Начнется с беззакония. То есть, если совершатся какие-то такие происшествия, которые заберут у людей вообще веру в закон, да? То есть, вот, когда ты уже знаешь, что законопослушным быть не обязательно, потому что этот закон противоконституционный, или там, например, это закон, но абсолютно нелегальный, да? Вот, при этом, если у тебя действительно теряется возможность зарабатывать деньги, кормить семью или там что-то такое, да? То есть, тут уже вопрос становится ребром. Вот, и в этот момент человек начинает не послушаться закону, да? Начнется, я думаю, именно с этого. Вот, потом, опять же, будут восстания, будут митинги, может быть, даже начнутся перестрелки. На этой базе, скорее всего, ведут маршалло. Если они введут маршалло, первое, что им надо сделать, это забирать оружие у населения. Если начнут забирать оружие у населения, население начнет отстреливаться, и это будет уже более серьезная проблема. Потом, после этого, я же говорю, это пойдет как по нарастающей, вот реакция, с одной стороны реакция, с другой стороны реакция, с третьей стороны, вернее, с той же стороны, да? Вот, и вот так будет чередоваться. Пока не дойдет до полностью, вот, знаете, когда люди уже не начнут организовываться. Вот, то есть, когда люди начнут организовываться, вот это и будет гражданская война. Ну, вы думаете, что люди начнут сами по себе организовываться? Смотрите, все эти движения, которые мы видим, организованные движения, их организует кто-то, да? То есть, БЛМ, оно же не просто взяли черные и просто так пошли, объединились. Если посмотреть, кто стоит за БЛМ, то мы придем к фонду Сороса и всех остальных вот таких же, которые нам не товарищи, да? То есть, Соросята. Они платят им бабки, и эти все так называемые протесты, они, ну, так же, как и Майдан. Это не просто потому, что люди вот до такой степени дошли, что они пошли выступать, а потому что им заплатят определенным людям, определенные фонды, их это все. И вот в нужный момент им говорят, так, теперь все, кто получал деньги, идите туда и там будете протестовать или там делать то-то, то-то, то-то. Потому что, помните-ка, когда пришел Байдан в власти, сразу эти все протесты закончились. Неважно, сколько там потом убивали черных или там сколько там с черными было проблем, убийств. И ничего, больше никто, ни один БЛМ забыли про этот БЛМ, как он и не существовал. Что-то они не выходят, больше не протестуют. А тогда прямо вот такое шоу с этого. Да, это понятно. Но вы же понимаете, что разница между... То есть их, ту сторону, их организуют. А нашу сторону нас никто не организует. А то, что люди самоорганизуются, это должен быть, во-первых, вождь такой подходящий. Во-вторых, ну, это все равно должна быть какой-то фонд, какие-то фонды. А у нас какие могут быть фонды? Помните, канадские тракеры пошли бастовать, им быстренько все счета перекрыли? От PayPal и GoFundMe. То есть, как только начинают люди самоорганизовываться, им быстренько все перекрывают. Это закрывали Facebook группы и закрывали все их, не там, любые группы, которые поддерживали тракеров. Да, да. Вы еще держите деньги в банке? Нет, вы что? Давно уже ничего не держим. Ну вот. Я поэтому говорю, в принципе, в банках сейчас держать деньги, это плохая идея. Нет. Я уже про это давно знаю, что... Веры в демократическую Америку у меня уже нет. А у нас еще, знаете, есть некоторые наивные, которые остались русскоязычные здесь в США, которые почему-то верят в какую-то американскую мечту, да? И что в Америке все хорошо. Мечта будет. Нет, только они говорят, что все хорошо. Да, они верят в то, что все хорошо. Да, но они промытые. Промытые люди не думают, промытые люди повторяют, что говорят другие. А когда я говорю то, что вот мы с вами говорим, они говорят, ты предатель Америки, ты клятву, предала клятву, которую ты давала, когда гражданство было. Наоборот. Наоборот. Я того же мнения, что наоборот. Да. Но ведь вы заметьте, люди промытые, они всегда сначала вешают на вас ярлык чего-то плохого. Вы расист, вы бигит, вы транс, там я не знаю, как они называют, хомофоб, white supremacist, да? То есть что угодно. То есть они сначала на вас вешают ярлык в принципе всего, чем они являются. То есть они вас обозначают как что-то плохое, и потом опять уже на этой почве, на этой базе, они уже начинают с вами делать, что хотят. Вот. На самом деле они предали страну уже очень давно. Вот. Предали конституцию очень давно и все остальное. И поэтому, я же говорю, тут будет уже идеологическая именно, ну как, заварушка. Да, вы понимаете, вот разговаривала с одним блогером, тот известный, ну может вы слышали про него, некто Бабичев, он такой известный в чат рулетки. И у нас, значит, с ним вышел большой спор, потому что он объявил, что я предала конституцию, нет, не конституцию, клятву при приеме в гражданство, потому что Байден наш президент. Я говорю, ну я наоборот считаю, что по конституции он не президент. Если выборы были подделаны и они совершенно на конституцию наплевали, то я Байдену присягу не давала, и я не собиралась его тут... А он сказал, первое, значит, его был... Как это сказать по-русски? Возражение, возражение было первое, что большинство раз его выбрало, то вы, если давали присягу при приеме на гражданство, вы обязаны Байдену принять и считать его своим президентом, потому что большинство его выбрало. Вот, я говорю, а с чего взяли, что его выбрали? Я считаю, что его не выбрали, и все выборы были подделаны. Он сказал, если бы это было так, почему тогда Трампа ни один суд, ни... ну, не реверс это, да, вот эти выборы, почему ни один суд не постановил, что Трамп выиграл? Я говорю, товарищи Бабичи, вы в стране не жили, что ли? Вы не видели, что ни один суд не принял даже к рассмотрению, да? Они же и в Верховный суд подавали. В Верховный суд сказал, это не наша стезя, мы не разбираемся с выборами. И других штатов тоже не приняли вообще даже к рассмотрению. То есть он не проиграл, его просто не приняли к рассмотрению. В этих штатах, где были эти нарушения. И в итоге у нас с человеком просто пошло непонимание. И, в общем, он говорит, что смотрите на нее, она предательница США. Я говорю, я предательница США, потому что я, наоборот, про конституцию, про закон и против вот этой байденистской, ну, живой власти. И вот такая вот коса на камень. То есть то ли люди не понимают, что происходит в стране, то ли они прикидываются, вот мне непонятно, что. Ну, нет, я так не думаю. Я не знаю, почему он именно такого мнения. Потому что я тоже считаю, что если подделывались голоса, то в первую очередь американцы были лишены голоса. Вот, то есть если это не избранный президент, а подделанный, да, он является сейчас президентом, но я никогда не скажу, что он честно выбранный президент. Извините, я себе просто кофе сделаю. Да-да-да, пожалуйста. Он хорошенькая кружка у вас, нравится мне такая. Ну да. Классная кружка. Да. Да, то есть я считаю, что он не честно выбранный президент. То есть он не является, как это, легитимным президентом. Да, абсолютно. Значит, мотивская институция была попрана, правильно? А судебная система? Да-да-да. А судебная система сейчас политизирована. Из-за того, что она политизирована, политизизирована. Правильно сказали, политизирована, да. Да-да-да. Вот, то из-за этого, получается, в суды сейчас без толку идти. То есть я почему говорю, президент – это только начало, там надо менять много чего. Да. Если не поменять судебную систему, правоохранительную систему обратно, я имею в виду, не поменять ее во что-то, что мне хочется, а вот именно в то, чем она раньше была, да, правосудие для всех, ну, все равны перед правосудием и все такое. Да-да-да. То есть это надо возвращать именно туда. А сейчас этого отсутствует. Вот и все. То есть я, наоборот, за эту страну. То есть я, наоборот, хочу, чтобы она вернулась к тому, чем она была. Ну, к настоящим, к настоящим основам, скажем так, страны. На чем она была основа. Да-да, то, что делала Америку вот именно маяком свободы, да. А вы согласны, я ему сказала, ну, вы его знаете, да, Бабичева этого? Да-да-да. Значит, я ему сказала так, я говорю, ну, когда он мне сказал, ну, Трампа же не приняли, и он не выиграл. А раз он не выиграл, значит, Байден знакомый президент, и мы должны, значит, подчиняться и считать его своим президентом. Я ему сказала, так что, Бабичев, вы до сих пор верите в судебную систему США? И он говорит, да, я верю в судебную систему США, я считаю, что судебная система справедливая, и все в порядке. Я говорю, ну, тогда нам не о чем разговаривать. То есть если вы настолько брейдваш, что ты... Да, с этим я тоже не согласен, да. Да, ну вот как вот можно... Я с этим тоже не согласен. То есть человек живет в стране, я говорю, у меня такое впечатление, что он живет в каком-то своем узком кругу знакомых, может, русскоговорящих, либо он в этой рулетке живет, все свободное время проводит. Он как будто бы не знает, что в стране происходит. Я говорю, вы в стране были последние три года или нет? Вы не видели, сколько судов пытались провести, чтобы хотя бы один суд рассмотрел хотя бы это дело? Не то, что там Трампа, но суд постановил, что он проиграл, и выборы были легитимные. А то, что эти дела не приняли вообще, а почему не приняли? Потому что это было в Штатах, где его прокинули, и в этих Штатах судьи сидят, либералы, и они просто не взяли эти дела к рассмотрению, либо повоялись просто-напросто взять. Вот, а потом расскажите... Я не помню, какой... Да, да, да. А, я хотел сказать, я не помню, какой из президентов говорил это, но, по-моему, это был один из президентов, который говорил, что если принимается закон, который не... Ну, в смысле, противоконституционный или неконституционный закон, то это гражданская ответственность не подчиняться, а наоборот, не выполнять этот закон, не по этому закону. Да, и я с вами полностью согласна. Да, я с вами полностью согласна. Почему человек, ну, как бы, ну, такая позиция у него очень странная, ну, это понятно, как бы, значит, он не наш человек, вот я так считаю. А потом, знаете, как интересно, вы в курсе, да, о том, что в Техасе происходит, в моем штате, что сейчас там неповыдывение, как бы, идет со стороны, ну, власти штата по отношению к федеральной власти, да? То есть, и вот я смотрю, значит, его крайний разговор с каким-то другим американским, нашим пророссийским, кто в Америке живет, человеком, вот крайнее интервью Бабичева, и он говорит, вот представляете себе, человек говорит, ой, вы знаете, я вчера узнал, оказывается, в Техасе на границе-то кошмар творится. То есть, человек только вчера об этом узнал, вот я о чем и говорю, что он, такой бред может нести только человек, который вообще не в курсе, что в стране происходит. То есть, он, видимо, живет в каком-то своем мюрке, ходит в какой-то там русско-еврейский магазинчик, ест шашлыки со своими русско-еврейскими друзьями, сидит в рулетке остальное время, троллит этих хохлов, и вот это вот вся его жизнь. Может, даже он по-английски не разговаривает, потому что, извините, запустили 12 миллионов уже нелегалов, 12 миллионов. Это только тех, которых подсчитали. Сколько они подсчитаны, это неизвестно. Что уже Техас, уже просто терпение закончилось. Там творится такое, там вот эти вот приграничные городки, фермы, ранчо. Там недавно изнасиловали и убили девочку 12-летнюю, вот эти мигранты. Да-да-да. Вот. И майоркоса хотели же импичмент сделать майоркосу, да. И наши республиканцы встали на сторону демократов и проголосовали против импичмента. Ну, не все, но часть республиканцев проголосовали вместе с демократами, и чтобы не импичмента, не было импичмента, да, майоркоса. То есть, значит, целенаправленно запускают через Техас, ну, и через другие штаты, там, Калифорния, Аризона, миллионы мигрантов. Вот по поводу вот этой вот войны, о которой вы говорите. То есть все говорят, что это люди, извините, мужчины в основном черного цвета, военного возраста, то есть 20 лет с плюсом, да, такие себе потянуты, которые, естественно, они не будут. Мы их запускаем, чтобы они работали. Чем они? Они что, возьмут лопату, пойдут копать? Или это врачи, хирурги и айтишники к нам переходят из всяких там Гватемалы, Сальвадоров? И этот человек, называя себя американцем, значит, стучая себя пяткой в грудь в каждом видеоролике, у него там 250 тысяч подписчиков, он себя позиционирует, как он американ... Я говорю про американский, у меня говорят про американский. Он только вчера узнал, что у нас только нелегалы проходят через границы. Мне такое впечатление, что этот человек вообще какой-то живет в своем каком-то там фэнтези-ворлд, в каком-то мире фантазии, и не скидет такой бред. Если я это говорю правду, он говорит, ты критикуешь Америку, ты плохая американка, потому что ты критик... А не, как он говорит, она хает. Я говорю, а с каких пор критиковать власть? Я хаю власть, которая это допускает. Потому что у нас, жители Техаса, нам это вообще не устраивает. Я уже не говорю о том, что у нас сдалась и то же самое, куча отданных центров под вот этих вот товарищей. У нас раньше там, на самом деле, огромный конвеншн-центр, которым детям выпускные проводили. И за прошлом году у меня сын выпускался, и их заставили посреди жары, летом, в Техасе, 40 градусов жары, на стадионе, на открытом стадионе, дипломы вручать и окончание школы. Ну, вот эти вот high school дипломы. Потому что конвеншн-центр был занят. У меня дочка, когда заканчивала, конвеншн-центр это было, там кондиционер. Ой, опять. Ну, что это такое, ребята? Ну, такой вот мужчина и на ровном месте. Ну, вы поняли, да, тему? То есть, Бабичи, который рассказывает, что у меня он про американская оппозиция, я почему сказала, что он не проамериканский. Он не про российский, и он не проамериканский. Это человек вообще, ну, какой-то дилюжинал, честное слово. То есть, жить в стране, и он даже не знает, что в этой стране куча проблем. А если я эти проблемы, я и вот этот мужчина, мы озвучиваем эти проблемы, человек говорит, ты предала конституцию, потому что ты хаешь Америку. Я не хаю Америку. Я хаю власть, которая, ну, натурально разрушает Америку. Натурально разрушает. Открыть границы и запустить этих людей, которые, во-первых, они грабят все приграничные ранчо. Они крадут всю технику, они вытаптывают там посевы у людей. Они, вот я говорю, недавно не только изнасиловали девочку, но еще и убили ее. 12 лет девочке. Симпатичная, блондинистая, маленькая девочка, которая погибла. Это приграничные вот эти районы. Вот. И потому что они, когда переходят через границу, им, чтобы пойти вглубь страны, это те, которых не поймали. Те, которые поймали, их как бы там садят в автобусы и отправляют в Нью-Йорк, в Калифорнию, где они потом проживают в этих вот школах, из которых детей выгнали. А это те, которых не поймали, они идут сами по себе. Прямо-прямиком. И вот как вдоль дороги стоит ранчо, дом или что-то, да, они грабят эти дома. Нападают на людей, грабят, то, что им надо же чем-то питаться, что-то, воду какую-то пить. И они двери выбивают, если нет, тем более, хозяев дома. Либо нападают, если там старики какие-то живут, либо вот девочка дома одна была, ее убили. Вот. Это, ну, конвеншнл-центр, это, говорю, у нас огромный центр, типа как выставочного зала. И там раньше детям выдавали всякие разные там дипломы об окончании университета, либо об окончании старшей школы. Собирали много-много школ. И одновременно всем выдавали дипломы там. Ну, то есть сегодня там, восток, это там одну школу, потом там другую школу. Но это было в кондиционированном помещении, под крышей, очень удобно, там с цветами, с видеокамерами, с всеми делами. Мой сын должен был на стадионе, это все дело, под солнцем, под жарой, получать диплом в мантии своей. Так это, ладно, еще моему сыну повезло, а следующий был выпуск. Они приехали получать дипломы, и начался ливень. Эти бедные дети просидели в машине два часа, молнии, ливень и так далее, они не смогли получить свои дипломы, сидели два часа в машине, девочки с прическами, с ногтями, с макияжем, со всеми делами. И потом отменили это награждение, сказали, что дождь не прекращается, молнии не прекращаются, мы не можем церемонию награждения проводить. И им пришлось уехать всем, и церемонию провели через день или два. В общем, выброшенный день, прически, деньги, маникюры, косметика и так далее, в общем, дети не получили. А в это время, в этом центре, который под крышей, с кондиционерами, там живут у нас нелегальные иммигранты, которых такое впечатление, что Бабичев прозрел и только об этом узнал, что такое происходит. То есть, когда ты рассказываешь, что страну просто буквально разрушают изнутри, и это только один, не иммигранты, открытые границы, это только одна вещь. Вторая вещь, это, соответственно, голубая повестка, которую запихивают в горло уже нам. В церквях разрешают браки регистрировать голубым парам. В школах разрешают, пол менять, и детям рассказывают, как хорошо им поменять пол, и они должны, если это мальчик, он еще не значит, что это он мальчик. Цены кругом повырастали, уровень безопасности пропал, криминала очень много стало. В общем, страну разрушают, по всем направлениям это видно. И хорошо, что мужчина спросил насчет денег, потому что начали проходить кибератаки, и банки у нас начали банкротиться. То есть, у вас завтра может оказаться на счету вообще денег, нет никаких. Поэтому он правильно спросил, если у вас деньги в банке, у меня их нет. Я уже давно вытащила все наличные деньги, и большую часть вложила в серебро и в золото, что я и вам советую. И закопайте где-нибудь. То есть, не банки в ячейки держите, а выройте ямку где-нибудь, где вы знаете, где можно. Сложите все в банки железные, либо специальные продаются для сохранения серебряных и золотых монет. Такие вот сундучки водонепроницаемые. Все туда складываете и закапываете. Ну и также оружие, патроны, еда, сухая еда, которую можно без электричества разогреть. Ну, такие знаки emergency food. Пусть у вас будет какая-то маленькая portable газовая печка с баллоном. Видите, человек говорит, что вопрос про беспорядки может начаться в любой момент. Так это ерунда беспорядки, а то, что если электричество отключат. У вас есть генератор дома? У меня есть два. Один на пропане, один на дизеле. Фляга бензина у вас стоит где-нибудь припрятанная на всякий случай, чтобы была. Или лишний баллончик пропана, баллон пропана есть у вас для гриля. Это уже там прэпинг часть идет, но это надо иметь на всякий случай. Потому что дадут Трампу прийти к власти или не дадут вопрос. Если начнутся безобразие и они перед выборами устроят вот такой вот как бы бардак и потом скажут, ну поэтому вводим маршалло. То есть, если говорят по домам и сдавайте оружие, то начнется перестрелки. Вам есть куда сваливать из больших городов, если что? Вот. Поэтому дачка в горах она как бы идеально подходит. Вот. Что я и купила себе. Кимичи Маунтенс это Мичироки. Сейчас я скажу, какой там племен Мичиса у нас. Мои дорогие индейцы, как же вы называетесь? Мичироки. Сейчас вспомню. Чоктау. Чоктау у нас там Нейшн. У нас это права, это территория, заповедник, индейская территория. И там вот довольно-таки безопасно. Поэтому, если у вас есть возможность где-то там вдали от всех прикупить какую-нибудь дачку, то пусть будет. Meanwhile, можете сдавать в аренду, деньги на этом зарабатывать, а так пусть она там стоит на всякий случай. Вот. Начнутся какие-то такие там действия странные, то можно просто уехать и в горах пересидеть. Ну, а те, кто по мне, у него вся семья тут, дети, мама, папа и так далее, ему деваться некуда, он будет сидеть. Война не война, вот мы там повоюем, ну, а если ты выживешь, а если ты не выживешь. Он, Байден сказал, если начнется бунты вооруженных американцев, мы пошлем туда самолеты. И что вы против самолетов с бомбами и со своим оружием сделаете? Ничего. А они до этого дойдут, они пошлют на вас авиацию. И что вы со своими автоматами сделаете? Вот. Ну, кому-то хочется экстрима, пусть сидят, а кто-то просто уедет в Россию. Зачем нам этот экстрим? У нас тоже дети еще есть. Вот. Поэтому думайте. Я надеюсь, вы поняли, что я хотела до вас донести. До связи. Субтитры создавал DimaTorzok